всем добрый вечер сегодня у нас обучение по битимарафону и спикер у нас сегодня милана пак из кыргызстана мастер продаж и мастер по ресничкам сегодня она нам подскажет как пользоваться бустером как как делать себе массаж для того чтобы наш уход лучше впитался и лучше дал результат еще раз хочу представиться меня зовут милана пять лет я уже практикующий мастер массажа по методике кава-бишковича это специалистка то есть массажист который сам разработал эту технологию массажа и запонтетовал и теперь он ездит абсолютно по всему миру и мне посчастливилось вот пять лет назад побывать у вас в казахстане на его обучение почему я решила вообще заниматься именно естественным омоложением потому что работая в салоне я видела что те девушки которые любят колоть ботекс различные уколы не всегда они получали тот эффект который хотели а мы как и все другие хотим всегда выглядеть молодой и красиво да но конечно к этому нужно подходить комплексно даже этот массаж который я вам сегодня покажу в салонах он делается совсем по-другому но мы его сделаем так как можно его использовать дома чтобы тоже получить от этого эффект почему массаж смотрите очень часто допустим любая наша косметика когда мы ей пользуемся она помогает нам только внешне то есть делает нашу кожу более сияющей за счет этого мы тоже выглядим моложе когда кожа такой знаете свой цвет кожи такой сияющий белый да но как мы стареем вот не зря говорят кости сохнут вот наш череп вообще наше тело оно как достает она сохнет и наш череп становится меньше тем самым подкожно-жировая клетчатка и мышцы которые прикреплены к черепу начинают как бы сводиться вниз даже гравитация ведет нас вниз и вот за счет этого вы можете очень часто наблюдать за тем какие бывают ухоженные девушки женщины но их возраст все равно мы можем определить то есть почему потому что опять же повторюсь гравитация нас тянет вниз и мы теряем свой контур лица в интернете очень много видов массажа вы мог можно использовать весь да но вот мы сейчас сегодня с вами сделаем один из этих видов я знаю что вам вот эта методика она объездила весь мир и если вы найдете мастера который обладает этой методикой то за десять сеансов вы получите очень шикарный результат и вот к чему я это все говорила смотрите мы можем выглядеть красиво используя хорошую косметику да и молода но все равно наше лицо будет выдавать наш возраст как тем что опускается наш опускается угол трюк угол рта опускается глаза да то есть это все логично мы теряем наш угол молодости поэтому конечно это все взаимосвязано прежде всего это осанка раньше считалось что 30 процентов ген когда ты выглядишь красиво да но на самом деле нет 70 процентов это образ жизни 5 процентов это всего наши гены и вот а 10 процентов это вот наш уход а сейчас я вам расскажу у всех у кого есть скин бустер как он работает вообще есть что это такое у вас всех есть скин бустер нет пишите плюсик в чате да или минус хорошо давайте тогда про скин бустер чуть попозже раз у большинства нет скин бустера тогда мы просто просто нам нужно наши чистые ручки давайте начнем тогда вы все очистили правильно свое лицо до нашей любимой четырех этап кай берем тонер увлажняем наше лицо вот разные есть разные виды массажа где сначала прорабатывают лимфу да но этот массаж он идет сразу с прорабатывание лифт лимф и подтягивания я очень люблю гидроссияние если честно я им как будто бы умываясь второй раз вы можете сразу да смотрите все что сейчас мы будем делать имеет свои свое это свою такую логическую последовательность то есть скульптурный лифтинг лица то есть мы будем все поднимать наверх кому недостаточно вы можете больше тонера вообще на самом деле жилет никогда не надо потому что тонер именно восстанавливает наш пиаш баланс кожи почему очень важно увлажнение да и вот я хотела рассказать про те же ампулы заметили ампулы у нас они прописаны не 1234 а 0123 потому что считается как ампула 0 это же увлажнение и она идет как база всего то есть что оба что можно об этом сказать то что увлажнение это наша база от того как как будет увлажнена наша кожа так и мы будем выглядеть то есть но снаружи увлажнились вот следующим следующим этапом я беру тонер из серии фэйм опять же вы можете взять кто чем сейчас пользуется если у вас сразу ампула то возьмите еще раз лучше тонер потому что ампула мы будем чуть позже прорабатывать наши зоны и чтобы наша ампула пыталась более глубже смотрите можете сразу прогонять лимфы наши очень важно еще когда вы делаете массаж чтобы вы были спокойными да это очень важно потому что мышцы наши мышцы это эмоции на самом деле и то как мы себя чувствуем и вообще ведем жизни это очень сильно отражается на нашем лице наверное вы замечали да вот сейчас можно просто почувствовать наши мышцы когда вы что-то хотите сказать например да но не можете это сделать то у нас получается нижняя часть нашего лица то она в напряжении и заметьте это образ жизни людей опять же хочу повториться у них опущенный уголки рта те кто хмурится у нас напряжены мышца гордецов гульджан светлана вы футбол когда будете гульнара потому что мы сейчас пойдем в зону декольте нет ну если вам так удобно хорошо вот просто зона декольте очень важна нам очень важно открывать нашу грудную клетку наверное так не видно вот смотрите мы делаем вот такими движениями нам очень важно открыть нашу грудную клетку опять же повторюсь запоминайте движение потому что здесь очень логические движения когда вы их поймете и вы сразу получите и результат эффект и вам станет все понятно то есть даже пусть 15 минут уделите себе время сейчас гульджан а вам нужно да вот прям знаете вот так вот посильнее не просто поглаживать ага а вот проводить потому что зона декольте тоже очень важно вот сэсэк андреева да смотрите вы не доводите до конца а доводите до конца вода раздевайтесь не стесняйтесь мы что все девочки я еще раз наношу тонн потому что мне очень хочется увлажнить кожу и тоннером на самом деле вот кто пользуется фильм очень-очень он хорошо скользит юлия вот вам нужно прям прям доводить до конца да давайте вместе светлая что вы стесняетесь доводим до конца так теперь мы проводим от декольте по вам видно да видно отлично смотрите мы доводим до кончиков мочки под сзади смотрите вот до сюда когда мы выводим но нужно вот выводить вот так не обязательно делать руками так как я делаю потому что смотрите кому-то удобно делать держать пальчики вы так но очень важно проводить именно по этим мышцам на или вас не видно и вот здесь вот поставьте пальчики давайте вместе сделаем пять раз и потом остановимся поставим пальчики вот за ушками давайте раз-два-три раз-два-три три четыре пять и остановимся расслабляйтесь вам нужно расслабиться замечательно дальше идем я беру эссенцию если у вас ампула тогда давайте приступим к вашим ампула если у вас какой-то фейм набор допустим как у меня большинство вас ампулы да просто нанесите на лицо а потом мы будем массажными движениями все это глубоко чтобы у нас игралось кожу готовы нанесите побольше а потому что мы сейчас будем прорабатывать все лицо чтобы не останавливаться пусть пока верхней части у нас все впитается сейчас к нижнюю часть лица будем прорабатывать смотрите теперь очень важно проработать нам подъязычную мышцу вот когда с возрастом мы начинаем стареть видите у нас становится такой как это подбородок жабы я могу я иногда говорю вот смотрите ставим большие большие пальчики расслабляйте лицо вам нужно немножко под давлением это все делать да что вы должны прям почувствовать и ведите вперед очень часто допустим у клиентов подъязычная мышца очень напряжена но это все нас наш образ жизни медленными движениями и жан жан смотрите вот профиль большими пальчиками вот прям вот подбородочек да вот так как будто вы ставите лицо на пальцы и ведите вперед не торопитесь а а сим гуль не торопитесь а гуль мира смотрите ставите пальчики и вот всем лицом ваше лицо должно как бы профиль повернитесь пожалуйста да и вот видите вот так вперед то есть тем самым мы прорабатываем нижнюю часть челюсти под язычную мышцу смотрите все наши мышцы они не не отдельны они все скреплены между друг с другом друг с другом после под язычной мышцы прорабатываем подбородок в идеале это движение делается вот так но нам будет неудобно попробуйте вот так именно подбородок смотрите очень часто вот фильтры что делать фильтры они выравнивают нам лицо да а когда мы начинаем стареть в народе говорят подбородок бабы ёшки он так и есть когда вот эта нижняя часть начинает выделяться поэтому прям лифтингом вытягивайте наверх тяните вот запомнили до подъязычная мышца вот сейчас давайте пять раз под язычной мышцы и пять раз подбородок давайте вот так я профиль повернусь раз два три четыре пять теперь прорабатываем подбородок а теперь будем работать с мышцой который поднимает угол рта вот она находится вот вот так это у нас подбородочная мышца и вот мышца поднимающий угол рта вот смотрите я делаю не вот так а я делаю круговое движение может быть не видно но наша мышца который опускает угол рта она находится вот здесь вот юля вы заводите вперед а вам нужно вот просто к уголкам рта подносить смотрите вот вот до сюда доводить до угла рта теперь мы массируем круговую мышцу рта смотрите как будто бы мы лепим пельмешек вытягиваем вперед в профиль это выглядит вот так смотрите крепко держите угол карта и ведете справа налево это упражнение для того чтобы не было не было морщин вокруг губ замечали когда мы стареем у нас губки сжимаются и чтобы они не сжимались вот даже делать такое упражнение ваши губы будут выглядеть пухлее еще два раза туда-обратно прям хорошо у вас у всех получилось сделать это движение если сейчас вам недостаточно ампулы то тогда возьмите и еще раз нанесите на лицо если достаточно то все и просто я уже приступаю к лосьону я это всегда делаю поэтапно поэтому каждый слой впитывается по отдельности но все равно в конце мы все это запечатываем крема если даже вы снизу проработали а сейчас сверху нет не переживайте все поступки все впитается все равно равномерно сейчас мы будем прорабатывать нашу улыбку смотрите мы ведем угол рта жевательным мышцам рисуем нашу улыбку светлана смотрите пальчики вот только вот здесь где угол рта не ниже потому что здесь у нас идут мышца отпускающую нижнюю губу а вот здесь мы рисуем дальше улыбку вот раз и два кать что-то вы себя жалеете теперь мы будем поднимать угол рта давайте можно это делать вот так пальчиками но допустим можно по-разному можно если вам удобно и поднимайте вверх еще раз повторюсь все наши наши мышцы они друг с другом соединены и это есть вот лифтинг массаж лифтинг эффект вот смотрите сосек да вот я правильно называю ваше имя вот возьмите вот так если вам удобно и поднимайте наверх до крыльев носа если вы чувствуете боль то это нормально дальше пойдем сейчас мы будем поднимать носогубные складки так от крыльев носа до висков вот смотрите делайте не таким разовым движением раз подтянули захватили наверх подтянули захватили наверх подтянули захватили наверх подтянули захватили наверх подтянули подтянули захватили наверх и выводим подтянули захватили наверх Калимаш, вы себя тоже жалеете. Вытягиваем все, делаем лифтинг. Вот даже наши поры, которые мы всегда хотим сузить, на самом деле они не сузятся. Почему у нас поры? Потому что опускается лицо. Вот даже если сейчас рядом с вами есть зеркало, посмотрите, просто подтяните носогубные складки, и вы увидите, что пор на самом деле нет. Поэтому вот всякие препараты, которые работают на сужение, на самом деле не сузят так поры, потому что это уже все, это природа, это гравитация вниз. Вот посмотрите, если кто-то заметил, ну скажите, да, что реально, так заметили? Давайте, здесь нужно вот побольше, потому что визуально, что всегда беспокоит женщин, это носогубные складки, да, и когда мы теряем контур лица. Расслабляйтесь. Чувствуете, какое стало у вас горячее лицо? У вас горячее лицо? Да, потому что кровь начинает работать. На самом деле, конечно, такой массаж подходит не всем, у кого давление, мы таких клиентов не берем, потому что может, внезапно может давление подняться. У меня просто были такие случаи, поэтому это тоже. Есть противопоказания. Так, теперь мы перейдем к нашим глазам. Я сейчас беру крем для глаз. Веки – это самая нежная часть кожи на нашем лице. Смотрите, сейчас мы будем массировать круговую мышцу глаза. Круговую мышцу глаза нужно массировать тоже правильно. Мы сейчас с вами этому научимся. Если вы будете делать это дома, каждый день, то тогда вы увидите, как при этом массаже в первую очередь открываются глаза. Смотрите, мы от переносицы начинаем делать круговые движения. Но когда я провожу вот здесь, на самом деле, я не делаю пальцами давление. Когда я иду наверх, круговую мышцу глаза, там я нажимаю пальчиками. Когда я иду вниз, я на самом деле ничего не делаю. Можно даже как будто бы я вот здесь вытянула, а здесь можете так провести. Просто на видео как будто бы я массирую тоже снизу. Но на самом деле там мы не трогаем. Поднимайте ваши бровки. Вот, под бровью, под бровью. Рашида, под бровью, не бойтесь. Оля, вы тоже боитесь? Смотрите, не бойтесь. Под бровью выводите, и как будто бы вы открываете глаза. От переносицы. Анжелика, смотрите, от переносицы. И выводите в круговую мышцу глаза. Молодцы. У вас очень хорошо получается. Главное, здесь не жалейте себя, потому что... Ольга Чемитова. Да, вы как будто бы делаете над бровью. Ну или мне так кажется, а нужно проводить под бровью. Ага. Вот, Жанна умеет чувствовать свое лицо и тело, кажется. Проработали. Теперь тянем наши глазки, делаем им лифтинг эффект. Точно такими же движениями. Подтянули, вытянули к вискам. Подтянули, вытянули к вискам. Не бойтесь нажимать. Глаза, уши не будут. Главное, выводите их до конца. Не здесь просто массируйте, а выводите до конца. Вот, подтянули, вытянули. Подтянули, вытянули. Подтянули, вытянули. К вискам. Ой, а Симгуль, смотрите, угол, внешний угол глаза. Ага. Подтянули и вытянули. Два пальчика, смотрите, у меня. Указательными подтянула, и вторыми вытягиваю дальше, средними. Подтянули, вытянули. Подтянули, вытянули. Вот наши пальчики здесь у внешнего края глаза. Ставим по диагонали. Подтянули, вытянули. Опять же, все поднимаем наверх. Кстати, вот это движение, когда вы наносите крем, почему его тоже делают? Потому что наши мышцы, вот мышца, опускающая угол рта, да, вот она, носогубные складки, вот губы. Но мышцы так скреплены, казалось бы, где тут логика, да? Но на самом деле мышца, которая проходит между скулой и перегородкой носа, здесь она очень взаимосвязана, которая тянет нашу губу вниз. Поэтому мы все вытягиваем наверх. Просто, когда крем наносите, делайте лифтинг вот такой. И все, тяните на лоб. Горячее лицо у вас? Если у вас только ампула, то тогда наносите еще, чтобы не было такого, что вы просто по сухой коже водите. Теперь мы будем избавляться от наших морщин, которые на лбу. Здесь нужно приложить больше усилий. На самом деле, когда мы это делаем с пациентом, с клиентом, клиент лежит, и мы всей силой поднимаем. Смотрите, что сейчас произошло. Мы все снизу натянули на лоб. И теперь нам нужно это все натянуть на сухожильный аппарат. Давайте. Здесь уже кому как удобно. Допустим, мне удобно сначала, вот я прям под большим давлением таким. Я ложу свою голову на свои руки и вот проложу вот так. Вытягиваю все назад. То есть, грубо говоря, как будто бы я хочу натянуть кожу на затылок. Можете прям до конца, до конца выводить. Прямо до конца выводить. Давайте, смотрите, не останавливайтесь на зоне роста волос, да? Нужно еще дальше. Если вы будете делать это каждый день. И у кого морщины на лбу, это была моя боль, если честно. Я хотела избавиться от морщин на лбу. Мне казалось, что их видят все. И на самом деле, после 10 процедур вы увидите эффект. Так, все, закончили. А теперь, вообще, этот массаж, он делается так. Сначала мы делаем снаружи, а потом внутри. У кого сейчас вот в нижней части челюсти кто чувствует напряжение? Ни у кого нет? Если у кого есть, просто этот массаж очень эффективен для того, чтобы убрать брылья и носогубные складки. На самом деле, в домашних условиях я делаю это без перчаток. Ну, чтобы сейчас туда-сюда не бегать перед вами, я одену перчатки, и мы будем прорабатывать мышцы именно изнутри. Сейчас, смотрите, вы все, допустим, те, кто пользовался ампулой, мы сейчас будем это все запечатывать. Все знают, да, что сначала мы используем тонер. После тонера все, что у нас есть, и нужно в конце это все запечатать кремом. Вы же так пользуетесь? Мы сейчас будем прорабатывать жевательные мышцы, и вот кто чувствует напряжение в нижней части челюсти, этот массаж очень эффективный. Для чего его делаю я, ну, последние две недели, потому что мне кажется, что я теряю свой угол молодости. Большие пальцы мы сейчас возьмем в рот. Это происходит вот так. И изнутри сейчас мы будем прорабатывать мышцы. Вытягиваем. Смотрите, вот здесь наши носогубные складки. Мы их изнутри большими пальцами массируем. Конечно, не очень эстетичный вид, но упражнение очень эффективное. Массируйте вот такими круговыми движениями. То есть снаружи вы массируете круговыми движениями, а внутри ваши большие пальцы, они идут вверх-вниз. Это происходит вот так. Эльмира, смотрите. Вот вы должны там захватить. Вот, да, вот как Жанна, смотрите, вот Жанна, у Жанны получилось захватить. Ольга. Оля, нет, вы вытяните губу вперед. И давайте массировать, не бойтесь. То есть этим движением мы избавимся от носогубных складок. Потому что мы массируем именно изнутри. Прорабатываем зону изнутри. Вверх-вниз, получается. А, я неправильно объяснила. Не вверх-вниз, а вот в стороны идете. Вот так. Вот могу большими пальцами показать, как внутри я массирую. Получается, это вот так вот. И вы делаете не так, а вы прям сделаете в натяжении. Не бойтесь, у вас ничего не растянется. Здесь достаточно иногда бывает и 30 секунд, допустим. У меня сейчас очень напряженная нижняя челюсть, поэтому мне хочется порамассировать подольше. Но вначале, когда вы делаете это первый раз, можно сделать по секунд 30, по минуте. Вот сейчас я меняю перчатки. Нужно, чтобы снаружи руки скользили. Поэтому сейчас также я нанесу крем. Сейчас мы будем прорабатывать нижнюю часть челюсти. И смотрите, правую руку, левую щеку. Левую щеку, правую руку, левую щеку. И делаем вот такое движение. Смотрите. Поднимаем наверх. Работаем изнутри и держим снаружи. Выводите хорошо в стороны. Когда вы выводите в стороны пальцы, которые снаружи, пальцами ими, вы как будто бы хотите захватить и приподнять нижнюю часть челюсти. Это выглядит вот так. Смотрите. Вот я все поднимаю. Прямо так до конца. Работаем. Гульджан, вам нужно более глубже, смотрите, не на поверхности, а вы вот делайте по всей зоне нижней части челюсти. Да, вот Эльмира, Зайна, Светлана. Светлана Луценко, смотрите, вы прям до конца выводите. И вот второй рукой, когда вы захватываете нижнюю часть подворотки. Наталья, не стесняйтесь, девочка. Теперь меняем руку. Мне кажется, или я себе внушаю, что вот смотрите, мы даже проделали, видите, у меня здесь висит, а здесь уже приподнято. Но если это делать систематически, то, конечно, и результат будет быстрее. Теперь давайте левую руку в правую сторону. Прямо поднимайте нижнюю часть челюсти лица, чтобы не было брыльев. Это очень эффективное такое упражнение. Поднимаем все вот там, лифтинг лица делаем, вытягиваем наверх. Угу. То чувствует боль, значит, у того спазм. Хоть мы работаем больше всего с жевательными мышцами, но на самом деле они могут быть у нас спазмированы. Из-за чего, еще раз повторюсь, потому что мышцы – это наши эмоции. Это все взаимосвязано. Угу. Еще минутку сделаем. Угу. А Симгуль, смотрите, вот большой фалец, вот он идет, вот видите, видно? Вот я, получается, мышцы изнутри вытягиваю наверх. И снаружи руками помогаю. Угу. 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 Опять возьму крем, потому что уже у меня все стало. Просто уже поглажу свое лицо. И когда вы делаете, делайте все последовательно. Мы вытягиваем все назад, тянем вверх, делаем лифтинг по массажным линиям. Нам нужно закончить с того, с чего мы начинали. С грудной клетки, нашей зоны декольте. Прямо когда вы прорабатываете зону декольте, вам нужно открывать. Потому что здесь у нас женская энергия тоже. Ну вот, в принципе, мы закончили. Не обязательно делать, допустим, этот массаж. Этот массаж, на самом деле, он еще как бы лечебный. И когда его делаешь в салоне, он более эффективный. Потому что здесь идет логика движений, последовательность всего. Потому что мы все-все тянем наверх, делаем лифтинг лица. Поэтому он называется скульптурный лифтинг лица. В интернете очень много всяких видов массажа. И по-любому он будет эффективный. Потому что, опять повторюсь еще раз, то, что мышцы у нас со временем теряют свой тонус. И опускается все наружу. И вот если мы будем делать это каждый день, это то же самое, что мы ходим в зал. Посмотрите, люди, которые ходят в спортзал, они всегда в тонусе. То есть мышцы у них натянутые, грубо говоря. То же самое и будет с лицом. Есть такие мнения, что если делать массаж лица, то лицо быстрее постареет. На самом деле нет. Они думают, что мы растягиваем лицо. Но если взять именно наш женский организм, вот мы ходим беременны и рожаем детей. И все у нас становится нормой. То есть мы созданы так. И это на самом деле классно. То, что нам так повезло, Бог нас так создал. И это нормально. Никакое растяжение кожи там на лице, ничего этого не будет. А вот сейчас поговорим о скинбустере. Скинбустере, у кого есть скинбустер, не у всех, да? Что он делает? Это, можно сказать, безоперационная такая подтяжка лица, чем электропорации. Что это такое? То есть это когда под действием токов открываются микропоры, и косметические средства проникают еще глубже. Но вот даже если у вас его нет, я почему спрашивала, вы чувствуете, какое горячее у вас лицо? Вот здесь то же самое. Смотрите, мы разогнали кровь по всему телу, то есть запустили лимфы. И тем самым, на самом деле, мы тоже открыли наши микропоры, чтобы косметика наша проникла глубоко внутрь. А скинбустер, на самом деле, работает тоже только на верхних слоях кожи, поэтому что массаж, что скинбустер, в принципе, эффект один и тот же. Ну вот, ни у кого нет скинбустера, да? Сейчас кто здесь? А, вот у Кати есть. Есть у Кати, у меня есть. Еще у кого есть, покажите. Ну, смотрите, на самом деле, скинбустер можно использовать с любой косметикой, да, которая у вас есть. И если знать массажные линии, то можно использовать его. То есть от подбородка до мочки уха. Ну, здесь вот вы чувствуете, да, у кого есть прям хорошая вибрация. То есть что делает синий цвет? Он, получается, его можно использовать с любой косметикой. Белый цвет, он работает очень хорошо с осветляющими. Вот те, кто пользуется, получается, ампула 3, ой, 2, да? Один, один, один. А, один, с витамином С1. Значит, включайте белый цвет режима. И на самом деле в скинбустере вибрация на всех этапах, она разная. Дальше идет фиолетовый цвет. Вот этот цвет, он делает кожу более упругой. Вот у кого нет, и жаль, что вы не можете ощутить эти ощущения, вот когда работаешь именно со скинбустером. Вы чувствуете, знаете, как внутри, между костью и мужцой, вот эти, это вибрация. Тоже массаж, все делаем массажными линиями, то есть логика в движениях всегда есть. Прорабатываем нижнюю, височную зону, лоб. И вот красный цвет, он усиливает, получается, проникновение косметики в глубокие слои кожи. Не видно, наверное, да? Вот, и тоже все массажными движениями. Вот даже сейчас, смотрите, красный цвет, он получается, что то, что он нагревается, поэтому так действует, да, проникает косметика. То же самое мы можем делать и с руками, используя массаж лица, потому что мы начинаем, еще раз повторюсь, кровь начинает циркулировать, и косметика по-любому проникнет в глубокие слои эпидермиса. Надеюсь, вам было полезно и интересно. Что-то так быстро, просто где-то я там, может быть, торопилась. Я тоже участвовала в таких марафонах, в этом не успела, потому что мой набор снова не пришел, а так все, что есть в Атоме, я попробовала все. Вот, вот и Наталья свою вижу, бустер тоже. Спасибо, Милана. В чате очень много благодарностей. Открыла ТНО в Америку, я многих упражнений вообще не видела никогда, особенно когда работаешь, да, со внутренними мышцами, то, что все связано. В общем, классно, у меня лицо действительно горело. Такое приятное ощущение, расслабление получилось. Поэтому тут вот пишет, замечательно, благодарю, Милана, лицо горит. Здорово, ощущение на лице просто огонь. Лицо горит, есть противопоказания, опять же, я это скажу, потому что у кого повышенное давление, у кого, допустим, акне на лице, массажи вообще никакие нельзя делать. Вижу, хотим еще. Ну, запись будет доступна. Вместе, конечно, веселей, да, но вот вам нужно запомнить последовательность движений, в этом есть логика. Это скульптурный лифтинг лица. Даже любой массаж, который вы будете делать, главная последовательность, тогда будет эффект. Заметила еще, что губы горят. Тут спрашивают, когда лучше делать массаж, утром или вечером? Делайте его тогда, знаете, когда вы никуда не торопитесь, потому что очень важно на массаже нам расслабляться, не так, что мы сделали и куда-то дальше торопимся, потому что мышцы – это эмоции. Еще раз повторюсь, я вот после того, как я обучилась, я стала наблюдать за женщинами. Иногда сидишь в кафе или еще где-то, смотришь на лицо женщины, да, и видишь вот, как ей было печально в жизни, когда у нее здесь морщинки такие, глаза потушили здесь все, а вот женщина, которая такая энергичная, на позитиве, у нее горят глаза, и она на самом деле выглядит моложе. Вот вы даже сейчас понаблюдайте, вот, да, после сегодняшнего нашего эфира, это на самом деле так. Как часто делать массаж? Паша, вот говорят, нужны тренировки. Этот массаж вообще делают один раз в неделю, вот именно так, как сегодня мы сделали. Но если делать не так профессионально, допустим, просто поверхностно, то можно делать это каждый день? Вот Светлана спрашивает, пожалуйста, про межбровку покажи. У меня тоже этот вопрос интересен. И можно еще пощипывание? Межбровка, не думайте о плохом, не напрягайтесь, пусть напрягаются другие. Еще я заметила, я когда за телефоном работаю, я, видимо, из-за зрения начинаю прищуриваться и хмурить. Да, да. И мне дочь говорит, мама, не страдай. Вы, конечно, можете сделать уколы ботокса, допустим, да, здесь нет уже противопоказаний, просто через, в течение шести месяцев нельзя будет делать этот массаж. Просто, чтобы убрать эту привычку, хмурить брови. Алия спрашивает, уголки губ почему опускаются? Смотрите, уголки губ опускаются, потому что гравитация нас тянет вниз, да. И опять же, если, почему я хотела привести пример, но у меня не получилось именно про работу, показать теми мышцами, которыми я хотела. Когда мы что-то хотим сказать, но не можем, да, или с чем-то недовольны, у нас автоматически напрягается нижняя часть челюсти. Вот. Мы что-то, допустим, недоговариваем, да, и это у нас происходит вот так. Ну, недовольство. Я сейчас не могу показать свои эмоции. Я вот смотрю на себя, у меня там все разглажено, да. Но если постараться, то можно. Ну, вот вы сами даже, когда вы задумчивая, то же самое, да, вроде бы кажется, что напрягается верхняя часть лица, но на самом деле... Но на самом деле, да, у нас все лицо работает. И не отключайтесь, кто камеру включил, давайте сфотоемся. Возьмите, с чем вы сейчас проходите марафон, вот как мы фотоемся в группе. Сделаем общее фото, я отправлю в чат. Милана, спасибо большое, было действительно классно. Сейчас, можешь быстро отвечу, да, вот глазами из-за этого морщинки, глаз как... Вот, мы прорабатывали это движение. Так, Светлана, да. Хорошо, да, камера. Ага, так включилась. Все, все готовы? Александру вижу, Солужана. Отлично. Всех не успеваю назвать, нас так много, классно. Улыбаемся. Мышцы проработали, можно улыбаться. Так, раз, два, готовы? Милана ждем. Не закрывайся. Вот, раз, два, три. Ага, все. Сейчас, еще раз, еще раз. Еще раз. Раз, два, три. Ну, все. Супер. Спасибо, Милана. Все горит. Я думаю, что запись есть. Кто не успел или хочет повторить, можно уже это делать запись. Что ж, всем отличного марафона. Делайте массаж, продолжайте отправлять фотографии с улыбкой. И всем красивой кожей. Встретимся на следующем обучении в понедельник. Пока-пока. Тут благодарности очень много. Спасибо, Милана. Субтитры сделал DimaTorzok. Продолжение следует...